Устаёшь в школе или универии и хочется чего-то новенького? Тогда отдохни в быстрых и динамичных боях в War Thunder, сражайся на танках и самолётах, которыми воевали наши деды, уничтожь армию фашистов и стань настоящим героем. Именно сейчас ты получишь подарок при регистрации и сразу же начнёшь нагибать врагов на земле и в воздухе. Ссылка под видео, кликай и забирай подарок. Всем привет, с вами Игорь Линк, и перед тем, как уехать делать репортажи на Эпицентр, я решил сделать новый выпуск репортажей со дна. А это значит, что я в очередной раз отобрал 5 наиболее забавных моментов из того, что вы наприсылали. Почему стоит держаться подальше от союзных крипов? Возможно ли во время игры на паблике сделать фотку в десятиром? Ответы на эти же вытрепещущие вопросы и многое другое вы узнаете из сегодняшнего выпуска. Приятного просмотра! И одним из героев сегодняшнего первого момента становится Рики, у которого в инвентаре уже лежит рапира, и он решает подобрать ещё и гем бесхозный, который валяется на базе у противников, сбивает вард, после чего зачем-то на пару секунд останавливается рядом с союзным крипом, даже не подозревая, что эта пара секунд окажется для него фатальной. В итоге Рики отлетает от сплэша кританувшего клинка Мартры. Я, конечно, понимаю, что у Рики есть инвиз, что у него есть гем, благодаря которому он разбил сентряг и видел, что других сентряков вокруг нету, но тем не менее мне всё равно кажется, что имея в инвентаре рапир, уходить по вражеской базе с таким количеством хп, это как минимум безответственно, ведь всякое может случиться, и по сути ведь это всякое и случилось. Думаю, что даже Мартра, хоть она и увидела Рики, на секунду такого развития событий не ожидала. Второй эпизод. Нага-сирена стоит в кустах, ожидает своей команды для того, чтобы войти под ультой и всё сделать красиво. Вы видите, как они заходят, выстраиваются, выбирают позиции, для того, чтобы после выключения сна попасть вчетвером в Блэк Хоу. И в этой ситуации нельзя сказать, что ульт Наги не был реализован. Реализован он был, проблема только в том, что реализовали его противники. Честно говоря, я вообще не понимаю, о чём они думали. Нага дала ульту, и прям как Иван Сусанин в болото, завёл своих тиммейтов в Блэк Хоул. Вы только посмотрите, как тщательно в течение где-то секунд пяти они выбирают позицию и в итоге не придумывают ничего лучше, кроме как встать вчетвером вокруг Энигмы. А рядом ещё и ЦМ-ка стояла, которая сначала, походу, даже не поверила в то, что произошло, но потом сориентировалась и под Блэк Хоул дала ещё и свою ульту. Этим четверым вообще повезло, что они вышли из Блэк Хоула живыми. Это вообще должно было быть минус четыре, будь их противники просторопнее. Но в итоге их противники тоже хороши оказались, ещё поотдаваться умудрились. Ну и очень динамично у нас здесь всё начинается, Спектра уходит буквально на крополях, Вивер слоу ХП бегает в шикуч, и он дожидается момента, когда у него откатится таймлэпс, прожимает его и пропадает. Я бы мог предположить, что его поглотило прошлое, но я думаю, вы все заметили Хук Пуджа, вылетевший из правого верхнего угла. Честно говоря, я вообще не уверен, что там был смысл прожимать таймлэпс, но тем не менее, Виверу, наверное, в той ситуации было виднее. Но учитывая, как всё закончилось, я думаю, что ни у кого нет сомнений, что ему не стоило таймлэпситься в тот момент. Хотя, конечно, возможно, я ошибаюсь, и, может быть, на Вивере играл топовый игрок мирового уровня, который ценой своей жизни решил таким образом засейвить Саленсер от Хука Пуджа. Да, скорее всего, именно так всё и было. А этот момент начинается с того, что Эмберспирит, команда которой уже практически выиграла игру, снеся две стороны из трёх, предлагает подойти вражеской команде на мид сфоткаться. Ну и вы понимаете, что если бы это предложение было проигнорировано, то этот момент не попал бы в это шоу. Правда, когда я смотрел это в первый раз, я думал, что это какой-то просто наитупейший байт, который каким-то чудом сработал. Хрупкое перемирие, которое возникло на миду, пока игроки собирались, было нарушено не Эмберспиритом или его командой, а командой сил света. Пока Эмберспирит и его команда стояли в ожидании сбора всех игроков для того, чтобы сделать фотографию, БХ спокойно поочерёдно раскидывал треки. И где-то секунд через десять Эмбер уже мог делать фотографию. Но не того, как они в десятером стоят на миду, а того, как его команда в полном составе пребывает в таверне. Более того, команда света, у которой к тому моменту уже практически не было шансов победить, отправилась по миду до трона и успешно его сломала. Нет, я, конечно, всё понимаю, но неужели Эмбер и его команда ничего не заподозрили, пока БХ поочерёдно раскидывал на них на всех треки? В общем, мораль этого эпизода такова. Если вы вдруг захотели сделать фотку в десятером в доте, то лучше соберите лобби со своими друзьями. Пытаться провернуть такое на паблике в лейтгейме, не имея байбэков, ну, знаете, так себе идея. В конце концов, это обычный паблик, а не какой-нибудь Дайр Тайт, когда игроки объединялись для того, чтобы получить голден или платину Морошана. Ну и последний момент на сегодня. Рейс Кинг пытается догнать и убить Бристл Бэк. У него не особо-то это получается, но всё меняется, когда Бристл решает повернуться к нему лицом. Это явно большая ошибка для него. Пока Дэ включает он Блэйд Мэйл, в него прилетает Санстрайк, и Рейс Кинг добивает его своим станом. Казалось бы, что в этом моменте такого, и почему он здесь оказался, но я думаю, что многие из вас поняли это, как только увидели инвокера в левой половине экрана на повторе, а кто-то, возможно, догадался, ещё когда увидел, как Санстрайк ударил ровно в момент, когда у Бристла закончился кулдаун на Блэйд Мэйле. В итоге мы можем видеть, как инвокер сгорел, причём как в прямом, так, наверное, и в переносном смысле. Ну и на этом на сегодня всё. Не забывайте ставить лайки под этим видео, подписываться на канал, и уже буквально сегодня-завтра я начну выпускать видосы с Эпицентра. Как обычно, авторы моментов, попавших в выпуск, получат по 228 рублей, но если вам самим есть что прислать, то не стесняйтесь делать это почта прямо сейчас на экране. Ну а я с вами на этом прощаюсь, с вами был Игорь Линк, до встречи на Эпицентре. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok